9 сентября 1999 года, улица Гурьянова, 19. Большинство жителей этого района уже спят или готовятся ко сну. Но ровно в полночь раздается мощный взрыв. Шестиподъездное девятиэтажное здание рассечено на две части. Два подъезда жилого дома полностью уничтожены. Деформированы даже конструкции соседних строений. В радиусе полукилометра выбиты все стекла. Экспертиза позже установит. В доме был заложен гексоген. Мощность взрывного устройства составила 350 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 109 человек. Более 260 получили ранения разной степени тяжести. По данным следствия, этот теракт был организован и профинансирован руководителями незаконного вооруженного формирования «Исламский институт Кавказ». Все причастные к взрыву были арестованы либо убиты в ходе спецопераций силовиков на Северном Кавказе. Впрочем, официальную версию многие не верят до сих пор. Политологи высказывают мнение, что теракт организовали не исламские радикалы, а российские спецслужбы, чтобы обеспечить начало новой военной кампании на Северном Кавказе. 30 сентября того же, 1999 года, в Чечню вошли российские войска. Началась Вторая Чеченская война, которую в Москве окрестили просто контртеррористической операцией. Обзорванный дом номер 19 по улице Гурьянова вскоре после теракта снесли. На его месте построили новую многоэтажку. Людей переселили. Спустя год на месте трагедии установили монумент, стилизованный под часовню. Это, пожалуй, единственное, что напоминает сегодня о трагедии 13-летней давности. Каждый год в этот день памятную стелу украшают цветы. 11 сентября по-российски длилось почти полмесяца, за два года до американской трагедии. Сентябрь, 1999. Буйнакск, Москва, Волгодонск. Официальные данные – более 300 человек погибли, более 1700 получили ранения. Но кто виноват в трагедии? Действительно ли был чеченский след? Этот вопрос до сих пор беспокоит многих. В Дагестанском Буйнакске взрыв прогремел 4 сентября. Погибли 64 человека. В жилом доме, где проживали семьи военнослужащих. Но то, что с Северного Кавказа взрывная волна дойдет до центра Москвы, представить не мог никто. Ночь с 8 на 9. 350 килограммов в тротиловом эквиваленте. Дом номер 19 по улице Гурянова. 109 жертв. 13 сентября, 5 утра. Дом номер 6, корпус 3, Каширское шоссе. 124 погибших. Четвертый взрыв. 16 сентября, Волгодонский. Ростовская область. 18 жертв. Взрыв пятый удалось предотвратить вечером 22 сентября. Один из жильцов в Рязанской многоэтажке на улице Новоселов увидел. Возле его дома двое мужчин и женщин выгружают из «Жигулей» какие-то мешки. Номера автомобилей были заклеены. Алексей Картофельников позвонил в милицию. Прибывший наряд обнаружил в мешках гексагент с боевым взрывателем. Печатники вновь прогремели взрывы. На этот раз запланированные. Подрывники снесли два дома, пострадавшие во время террористического акта 9 сентября. Эта операция была сложной не только технически. Рядом с домами стояли их бывшие жильцы. И среди них те, кто потерял здесь близких. Репортаж Михаила Антонова. После взрыва 4-го и 5-го подъезда в дом номер 19 его и соседний 17-й дом планировали разобрать по панелям. Однако потом решили действовать более радикально. И сегодня к полудню здесь все было готово для взрыва. Еще одно потрясение окрестных домов и их жителей. В 17 часов первыми были обрушены остатки дома номер 19. Над развалинами поднялись клубы пыли, на несколько минут закрывшие соседние дома. Когда облако рассеялось, на месте здания были только горы железобетона. Над этим взрывом в течение нескольких дней трудились полторы сотни подрывников. Минимальные повреждения окружающим зданиям, непременные требования при подобных операциях. Поэтому взрыв готовили направленный. Все дома будут падать в направлении, основное направление падения, это в сторону улицы Гурьяна. То есть? То есть это все туда. При этом подрывники не исключали, что взрывная волна может выбить стекла и двери в соседних жилых зданиях. Некоторые их обитатели переживали взрывы на пустыре перед 19-м домом за двойным милицейским оцеплением. Продолжение следует...